Итак, российские власти сегодня заблокировали около 40 сайтов, связанных с политиком Алексеем Навальным. Это сайт самого политика Навальный.ком, сайты его соратников Любови Соболь, Леонида Волкова и Олега Степанова, сайт, на котором отмечались участники акции в его поддержку, а также ресурсы региональных штабов Навального, которые были признаны экстремистскими, а деятельность их на территории страны была запрещена. Если пройти по адресу навальный.ком, например, то пользователь увидит сообщение от Роскомнадзора, которое начинается следующими словами. Уважаемые пользователи, мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен. Как поясняется далее, ресурс включен в единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Судя по выписке из реестра заблокированных ресурсов, доступ к сайту Навального ограничили по требованию Генпрокуратуры по статье 15.3, то есть за информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях. Ну и сегодня же стало известно, что прокремлевский блогер Илья Ремесло направил в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «Прекрасная Россия будущего» и аббревиатуры ПРБ. Соответствующие документы издание «Открытая медиа» обнаружило на сайте Федерального института промышленной собственности. Само словосочетание «Прекрасная Россия будущего» активно использует Алексей Навальный и его соратники, рассказывая о перспективах, которые откроются перед страной в случае их прихода к власти. Команда оппозиционера, помимо прочего, выпускала фирменные сувениры и одежду с этим словосочетанием. «Ремесло» подтвердил «Открытым медиа», что направил документы для регистрации этих товарных знаков. По его словам, он намерен использовать их в своей общественной деятельности, связанной с медиа. Что это за медиа, впрочем, не уточняется. В прямом эфире к нам присоединяется политолог Кирилл Мартынов. Кирилл, я приветствую вас. Кирилл Мартынов – сооснователь Свободного университета, редактор отдела политики «Новой газеты». Я надеюсь, что вы слышите на студию телеканала «Дождь». Итак, вот сегодняшняя активная атака на Навального и его окружение. С чем она связана? Или это просто остаточный эффект? Я не думаю, что сегодняшняя активность изменилась радикально в нашей стране. Мы весной уже заметили эту тенденцию на то, что не только преследуется лично Алексей Навальный, но и все, в общем, гораздо более системно и все гораздо хуже обстоит. Любая независимая политическая активность в России находится как минимум под подозрением, а как максимум признается экстремистской и запрещенной. И происходит это, к сожалению, при достаточно последовательном согласии пассивности общества. Многие люди возмущаются, но все, кажется, на сегодняшний момент, к концу июля 2021 года, признали, что ничего не изменить в каком-то историческом смысле слова в перспективе ближайших недель или месяцев, или, может быть, даже лет. И в этом контексте, мне кажется, блокировки сайтов выглядят вполне органичным развитием тех действий, которые ведется против Навального и его сторонников все последние месяцы. Удивительно, конечно, что... Мне хотелось бы, конечно, посмотреть на то, как этот список согласовывался, почему именно эти 40 сайтов, почему не 52 сайта, почему не 64. Кто именно решает, где проходят границы вот этой так называемой запрещенной информации, какие именно люди, которые сотрудничали с Навальным или симпатизируют ему, они должны в этом списке оказаться. И самый важный сейчас момент, мне кажется, заключается в том, что единственная вещь, единственная компания, единственная структура, которая удерживает все-таки представительство Навального в легальном поле Российской Федерации, и на сегодняшний день, с таким образом, эта компания Google, она, наверное, не хотела быть в этой роли, но ей пришлось, так получилось. Вы имеете в виду приложения, которые существуют абсолютно самописито? Если речь идет про веб, то я имею в виду, в первую очередь, сайт умного голосования, в отношении которого изначально команда Навального, как я понимаю, сделала ставку на то, чтобы заблокировать именно его, было максимально трудно, и умное голосование находится на хостинге Google. Так получается на сегодняшний день, что для того, чтобы заблокировать умный доступ к умному голосованию, именно через браузер, через интернет в России, нужно заблокировать Google целиком. Ну и то же самое касается основного канала, через который сторонники Навального с россиянами общаются в последние годы. Это YouTube, тоже площадка, которой Google принадлежит. Очевидно, что все дальнейшие месяцы мы будем видеть, как российские власти давят на компанию американскую, для того, чтобы она вычистила все опасные, с точки зрения российских властей, упоминания про Навального со своих страниц. Но это все некие действия в преддверии выборов, или же, на ваш взгляд, это стремление вообще выжечь фамилию Навального из контекста российской политики, уведя ее в какое-то совсем маргинально-экстремистско-запрещенное поле? Мне кажется, здесь нет исключений. То есть оба эти версии могут работать одновременно. Если бы мы спросили у российских властей, в чем рациональный смысл их действия, они бы, наверное, сказали бы в том, чтобы никто не вмешивался в наши замечательные выборы, и дальше бы объяснили, почему умное голосование – это очень вредная вещь. Но я думаю, что за всеми этими соображениями стоит достаточно глубокая и рациональная обида, которая есть у кого-то из окружения лично президента Путина, может быть, у него самого, в отношении Навального, то, чем он занимался в последние годы, то, на чем он сделал свою карьеру, ну, а именно, в общем, на антикоррупционной деятельности и высмеивание всех тех порядков, которые устанавливали в России единороссы и премьер-министр Медведев, бывший президент Путин нынешний и бывший, да, и, возможно, вечный. Вот всего этого, всей этой нашей замечательной стабильности. Я думаю, они глубоко обиженные, и поскольку это люди достаточно жестокие, как мне кажется, выходцы из спецслужб, чем они страшно хвалятся, мне кажется, к сожалению, это действие уйдет, их деятельность по учащению Навального из российской жизни уйдет за горизонт нынешнего сентября, и в сентябре после выборов не прекратится. Скажите, как вам кажется, Навальный, его сторонники, оставшиеся на свободе, и его стратегия, то самое умное голосование, они несут реальную угрозу власти, когда мы говорим о предстоящем голосовании в сентябре? Или же после того, как была разрушена сеть его штабов, после того, как штабы Навального были запрещены на территории страны, признаны экстремистскими, после того, как значительная часть его соратников либо были вынуждены ехать из страны, либо их отправили под домашний арест, либо их посадили, дав им какие-то сроки, после этого угрозы, как таковой, для власти нету в контексте именно сентября? Понимаете, мы вынуждены вот эти вещи обсуждать вслепую, потому что для того, чтобы делать какие-то резонные прогнозы, рациональные прогнозы, нам нужна была бы постоянная какая-то общественная дискуссия на этот счет, большая честная социология из нескольких источников, ну и вообще готовность людей открыто говорить об этих проблемах и о своем политическом выборе. Мы сейчас живем в такой сумрачной России, где все эти вещи либо табуированы, либо слишком опасны. Может быть, вы уже обращали внимание, что кто-то начинает считать, что даже, например, смотреть дождь – это уже слишком антиправительственное действие. Надеюсь, что все-таки нет. Но мы вот косвенно замечаем по своей работе, что все-таки предполагается, что если ты, в общем, там выписываешь новую газету, то, в принципе, ты уже сделал какой-то жест, ты уже под подозрением, и ты уже можешь оказаться в каком-то списке неблагонадежных. По крайней мере, у людей такие настроения развиваются. Я думаю, что вполне понятный механизм такого массового страха за этим стоит после того, что случилось с российской оппозицией. Вот. Мы живем в этих сумерках, да, и здесь все приходится, ну, как-то определять на ощупь. И в этом смысле, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что мы точно не знаем, что случится в этом сентябре, мы не знаем, как пройдут эти выборы, и главное, что какие будут у них последствия. То есть мы можем предполагать, что все, на самом деле, будет очень спокойно, пассивно, тихо, и просто все кремлевские кандидаты будут переназначены фактически на свои места, но мы не знаем, как к этому отнесутся люди. Мы не знаем, что люди, на самом деле, будут по поводу таких выборов думать, чувствовать, и на что они в конечном итоге будут готовы, ну, когда речь дойдет до какого-то гражданского выбора и каких-то действий, не обязательно в нынешнем сентябре, может быть, это через несколько месяцев или через несколько лет случится, но, как бы, ключевой вопрос, можно ли уничтожить выборы в России, политическую оппозицию в России, так, чтобы этого никто не заметил, и так, чтобы это все приняли, как некоторую должную вещь. И вот, поскольку это вопрос во многом риторический, то дальше, когда мы его обсуждаем, нужно помнить про одну главную вещь, что то, что сделано было Навальным и его сторонниками за последний год в особенности, после истории с отравлением, после его задержания, его тюремного срока Алексея Навального, это очень четкая такая диспозиция, которая много раз в 20 век повторялась. Есть официальный президент Российской Федерации, а есть главный его критик, его политический оппонент и человек, который для всех людей, которые политикой не занимаются профессионально, представляет собой единственную альтернативу всему тому порядку, который в России сложился. Человек, который не испугался последовательно критиковать Российскую Федерацию и ее власти в том виде, в котором они сейчас существуют, и который предлагает какую-то альтернативу. Эта ситуация законсервирована вот на этом моменте. Люди явно не будут счастливы по поводу этих выборов и по поводу всего того, что нас ждет в будущем. И здесь, в общем, как развернется история вот этого противостояния президента и его критика, мы пока не знаем. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите «Дождь» на Ютьюбе, но «Дождь» — это намного больше, чем только наш Ютьюб-канал. Заходите на наш сайт, оформляйте подписку, и тогда вы получите доступ к огромному количеству программ. Программа «Политика. Прямая линия» — это аналитический разбор главных политических событий в России за ее пределами. «Деньги и деньги. Прямая линия». Программа об экономике. Программа «Бикос» — о главных событиях и явлениях в культурной сфере. Программа «Харддайзнайт». Эксклюзивное интервью в студии телеканала «Дождь». Программа о психологии, лекции, документальные фильмы, интервью и многое-многое другое. Все это на нашем сайте tvrain.ru. Заходите туда, оформляйте подписку tvrain.ru. И оставайтесь с дождем.